Всем здравствуйте! Сегодня 7 января 2024 год, Воскресенье, Одесса. Всех поздравляем с Рождеством, кто празднует сегодня. Пусть в нашей стране Украина наступит мир, пусть и наши военные вернутся домой. Живыми, здоровыми. Пусть закончится война, и пусть в нашей стране Украина будет только всё хорошо, и все будут счастливы и здоровы. У нас в Одессе сегодня с утра туман. Дождя не было, но вот только что пошёл дождь. Сегодня с утра уже была воздушная тревога. А вчера вечером, даже не вечером, чуть раньше, были воздушные тревоги. Ну, с утра было, мы вчера вам говорили, а потом где-то во второй половине дня началось, после четырёх, по-моему, да, началась воздушная тревога, отбой, воздушная тревога, отбой. Вот так вот... Я биатлон смотрел. Да, да, да. Вот так вот было три воздушные тревоги подряд. В общем, конечно, всё время предупреждали, что очень большая опасность, что-то всё время летит. Мы сейчас прошли мимо театра ТЮЗ. Я сейчас покажу. Он на ремонте. Но он работает на ремонте фасад, я так понимаю. А что здесь, наваречная каска для детей? Да, ну вот афишу всё мы не видим. Вот я вам покажу. Это драматично. Это драматически, да. Это не ТЮЗ. ТЮЗ там закрыто, показать не можем. Так, что у нас за Одесса? О, знаешь, что-то слышала? Оказывается, в Одессе не хватает водителей автобусов. Машинок? Ну, наверное. И наш мэр предложил обучать женщин, чтобы женщины водили автобусы. Ну, я тебе скажу, это очень тяжело будет. Потому что, вот, допустим, женщины троллейбус вводят, да? Ну да. Что-то случилось с троллейбусом, и тут же она позвонила, и помощь приехала. Позже, а маршрутки же, они у нас все частные. Какая разница? Да. Они же людей перевозят. Ну вот, а если, а в автобусе, допустим, если что-то случилось с автобусом, куда женщина позвонит? Экстренной службы-то нету такой. А мы не знаем, может быть, у них есть. Может быть, будет? Нет, а может быть, она есть. Может, просто мы не в курсе. Шуармичная, работа. Кушать всегда хочется. А еще, слушай, взяли цех подпольный, они изготовляли химию. Знаешь, вот это вот для мытья посуды, для стирания химию. Ну, да, представляешь? Я понял. Да, и там было так все устроено. Значит, взяли товары с этого подпольного склада, да, взяли цеха. Взяли на 10 миллионов гривен. И там было так все профессионально. Работа поставлена профессионально. У них был свой бухгалтер, инженер по поставкам. У них был свой дизайнер. В общем, там было так все поставлено на профессиональном уровне. И вот их арестовали, да, открыли уголовное дело. Я как-нибудь купил жидкость для мытья посуды в этих магазинах 100 по 3. А там почти одна вода. Ну, может быть, это даже не они. Там, где вы купили, может быть, это там на месте они и разбавляли. Ну, это сам факт. Потому что вопрос, что люди профессионалы работают, понимаешь? Что они могли работать где-то... Ну, просто нет работы. Так люди делают так. Зарабатывают цеха, делают подпольные. Ну, это как бы для Одессы не новость. Это всегда было. Всегда было. Да. Да, еще взяли банду по продаже оружия. Да. И что ты знаешь, оказывается, эту банду вели уже давно, пару лет. И к ним внедряли сотрудников, делали контрольные закупки. И вот только недавно их взяли на горячем на продаже. И что, получается, они пару лет торговали? Да, 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 пару лет, да. Да, и там взяли и... Ну, видно, нужна была доказательная база. Там было все очень сложно. Там работали настоящие... Преступники. Преступники, да. Которые знали, как это и что. У них были сбыта. Они хотели же не просто взять, а хотели знать, кому сбываются, кто покупает. Чтобы знать источники, понимаешь? И вот, да, да. Их взяли и открыли уголовное дело. Так, а еще... Ой, слушай, что-то сегодня одна криминальная у меня, получается, Одесса. Еще взяли одну банду. Они работали по пожилым людям, которым давали социальную помощь. Они их выслеживали. Посмотри на этого спортсмена. Они их выслеживали. И когда людям приносили деньги, продукты, что им приносили, я не знаю. Они влетали в квартиру, привязывали стариков... Даже так разбили? Да, привязывали, заклеивали рты. И когда взяли их на горячем, этих бандитов, у них был пистолет один. Были веревки, скотчи. Ну вот, я так рассуждаю. Без наводчика здесь не обошлось. Откуда? Вот, у меня тоже пришла такая мысль. Кто пенсионер получил, должен получить деньги, продукты. Да. Вот у меня тоже такая мысль была. У них где-то все бесит. Ну, я не знаю, не надо так говорить. Но я мнение мое, я думаю. Нет, Игорь, ну, сейчас на тебя обидятся работники. Там и так они работают за копейки. А тут ты еще их будешь... Конечно. Мы не знаем, мы не знаем. Да, кстати, спрашивали, получают ли люди пенсии. Да, люди получают пенсии. И также спрашивали, есть ли у нас продукты. Есть. Я постоянно в телеграм-канале, нашем Одесские прогулки, ссылку и название я выставляю под видео. Всегда показываю цены на продукты, что у нас есть. В Одессе есть все. Все. Говорят, как в Греции. Ну, я хочу сказать, наоборот, тут и в Греции есть все, как в Одессе. Да. Ой, я вспомнила еще один криминал. Ой, что-то у меня сегодня точно криминальная Одесса какая-то. Ну, слушай, ну, действительно, сейчас криминал очень сильный. Значит, на поселке Котовского молодые люди, 16-17 человек, 3 человека, они нападали на школьников, отбирали у них деньги, гаджеты. И иногда избивали детей. И вот, да, родители написали жалобу, заявление сделали в полицию. И их взяли недавно на днях. Одного тут же закрыли. Я не знаю, как это СИЗО называется или что. Изолятор следственный. А двоих под домашний арест посадили. Таких 16 человек, ты говоришь, было? Нет, 16-17 лет. Лет. А человек трое. Я понял. Мы идем по Дерибасовской войне, но уже это поняли. Людей никого, мало. Ну, во-первых, многие спят, многие готовятся к Рождеству. Потому что в этот день многие несут вечерие, готовят кутю, вареники. Ну, наверное, они уже это все зря не приготовили. Потому что в этот день уже не готовят, а доготавливают. Голубцы. Ну, кто что любит. Да. Ну, дети уже ходят калядовать. Ну, дети с Нового года ходят. Ну, правда, очень мало. В прошлом году вообще никого не ходило. Ну, это первый год войны был. Да. А в этом году немножко уже дети ходят. Ну, дети очень воспитанные. Спрашивают, можно ли покалядовать. Я не знаю, как кто. Ну, вот к нам приходили, калядовали мы. Конечно, мы всегда откладываем кое-что, чтобы детей отблагодарить за их калядки. Ну, красиво же как? Очень красиво. Читают стихи, поют песни. Обычно по одному человеку не ходят. Ходят по два, по три. Иногда ходит один, но родители стоят сзади. Ну, это раньше так было. Сейчас мы не... Когда маленькие дети, родители ходят. Да, да. Это было в мирное время. Сейчас такого нет. Очень мало, да, ходят. Совсем мало. Тянут ту сторону. Перейдем. Стоять минуту. Да? Ну, хорошо, чтобы не стоять. Смотри. Все светится. Да, слышите, такой туман. И дождик краплет, краплет. Хотя мы шли, дождика не было, но с деревьев капало. Как дождь. Как дождь, да. Ну, а сейчас именно конкретно. Это прелесть. Посмотрю. Ой, она что, здесь живет? Как-то мы ее снимали. Она была у входа стояла, охранница. Да. Масечка. Видно. Но она же не может у входа постоянно стоять. Ну да, и же надо иногда отдыхать. Видно, кто работает. Чья-то собака. Да, магазины. А, нет. Ну, вы знаете, официально, конечно, у нас сейчас выходных нет на праздники. Сегодня воскресенье. Но каждый решает сам, работать или не работать. Это такое разрешено. И такое есть. И праздновать. Да, да. Ну, кого как. Кто как. Вот новый магазин белья. Они работают. Да. Светбелизм номер один, да. Мэри Берри работают. Там, где еда и кофе. Это светое. Ну, сейчас, в это время, конечно. Люди замкнут. Люди дома спят. Да, а температура на градуснике мы выходили было восемь, да? Плюс восемь. Плюс восемь, да. Вот здесь вот такой у нас модный перекресток. И главное, везде красный. Ну, правильно. Со всех сторон. Ну, хоть с одной стороны должно быть зеленой. Почему? Здесь вот как раз дается 15 секунд. И ты в любую сторону можешь повернуть. Да? Да. Даже не 15, а 18. Так идем наискось. Идем по здесь. Идем. Я не знаю, пойдем там или здесь. Я думаю, мы еще квартальчик. Где? Налево пойдем. Налево, да? Да. А потом снимем цены в обжоре. Зачем? Для телеграмма и для нашего канала. Да, я не знаю. Посмотрим, как получится. Потому что мы от обжора уйдем. Я хочу потом там повернуть направо. Но мне так хочется. А ты что, хочешь уже здесь закончить? Для обжора, да? Ну, там у нас полирояль. Давай, может, через полирояль? Немножко. Мы сегодня такой у нас тудой-седой, да? Тудой-седой. Немножко там, немножко здесь. Везде понемножку. Там вдалеке видно оперный, театр. О, и знаешь, что еще? Вот я вспомнила. Значит, оказывается, вышел закон, что маленькие университеты будут объединять с крупными университетами. Министерство... Освиты. Да. И наш университет экологии сказали, что объединятся с университетом имени Мечникова. И вот вчера выступил ректор гидромеда университета. И он сказал, что он возмущен. Во-первых, нельзя такого делать. А во-вторых, он даже... Его даже никто об этом не уведомил. И не было ни предупреждения, ни советовались. Он возмущен, что это нельзя делать, что это преступление, что у них очень необычный университет. У них есть такие факультеты, которых нет в других университетах. И самое, знаешь, что неприятное, что этот ректор... Смотри, здесь какие фонари. На своем посту всего 15 дней. Его только недавно выбрали. Ты представляешь? В общем, он возмущен. И предыдущие ректоры к нему тоже обращались. Он говорит, что он тоже не знал за это. Ему никто не говорил, никто не советовался. В общем, я не знаю. Ну, мотивация такая, что мало студентов, что нет смысла, спонсировать, давать деньги. Ну, я не знаю, наверное... Мы в этом не разыграем? Ну, да, конечно. Конечно. Но все равно... Плюс там есть очень редкие факультеты, как он сказал. Вот Игорь говорил, за это обжор. Да, наверное, сейчас мы будем заканчивать. Потом зайдем и на нашем канале Телеграм Одесские прогулки снимем, что там с ценами. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра. А, смотри, продают. Здесь? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...